Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем об осветлении гроздей винограда. Что это такое? Это убирание листьев винограда в зоне гроздей. А для чего это нужно нам делать? Сейчас у нас период созревания и таким образом мы это созревание несколько ускоряем. На ягоду больше попадают солнечные лучи. Более того, мы помним, что период созревания ягоды это, конечно, достаточно проблемный период в определенной степени для виноградаря, потому что в это время у нас интенсивно идут болезни. Соответственно, когда мы эти самые листики убираем, то у нас лучшее проветривание, лучшее освещение, лучшее прогревание ягодки и она созревает тоже лучше и быстрее. Всегда ли это надо делать? Как это надо делать? Когда это надо делать? Тоже с вами поговорим. Итак, когда? Очень важно, что мы начинаем осветление гроздей только тогда, когда ягода начинает приобретать окрас. Если мы это делаем раньше, то у нас существует вероятность подгорания ягодой. В конкретном наших регионах, в Белоруссии, я с такой проблемой не сталкивалась в открытом грунте. Но в Тевлице такое имело место быть. Пару раз у нас ягодки подгорали. Потом, раньше мы не делаем. Если, допустим, ну так случилось, мало ли, у вас какая-то там гниль идет, еще что-то, и вы вынуждены были убрать вот этот весь нижний лист, значит, тогда надо чем-то притянить до момента начала окраса. Уже после того, как ягодка начала краситься, там начинает все быть хорошо, и таких проблем не возникает. Всегда ли это нужно делать? Ну, на самом деле, операция по осветлению гроздей, она не совсем такая обязательная. То есть делать ее можно по желанию раз. Делать ее можно не на всех сортах. То есть, ну, во-первых, если у вас посажено все достаточно редко, то там особо нечего осветлять. Если у вас сорта достаточно ранее, они так все успевают набирать, то тоже можно не осветлять. Некоторые технические сорта, они, например, нуждаются в осветлении, потому что им надо еще больше солнышка, им еще надо больше тепла в период созревания. Поэтому мы их осветляем. А другие, ну, как говорится, нет времени, нет возможности, можно этого не делать. Итак, теперь, как же мы это все делаем? Вот, смотрите, наши гроздочки, это галант, вот здесь часть я уже осветлила, здесь пока что нет. Ну, то есть ничего такого особо сложного, лист можно не выламывать, просто обрезать. И обрезаем только те листья, которые нам реально мешают. Ибо какие-то, вот смотрите, здесь, тут едвиганная ленаса проглядывает, вот листик, он, скажем так, здесь лишний. Вот мы его можем убрать. Здесь тоже вот этот лист затеняет гроздь, мы его убираем. Вот этот лист тоже затеняет гроздь, мы его убираем. Вот этот, в принципе, даже можно оставить, он достаточно далеко расположен. Вот, а также, как и эти нижние, тоже, они не особо мешают. То есть к этой операции тоже надо подходить без фанатизма, вообще все полностью тут оголять, убирать большое количество листовой массы, особенно если у вас не так много ее сверху, не следует. Потому что, да, с одной стороны, вот эти нижние листья, они у нас стареют, они уже меньше выполняют свою подкормочную функцию, скажем так, но тем не менее выполняют. Поэтому, если у вас сверху листьев мало, то здесь мы убираем, ну, реально, только то, что вот нам совсем-совсем мешает. Все остальное мы оставляем, потому что именно лист – основной питающий орган. Именно лист дает тот самый сахар, который накапливается в ягоде. Не будет листьев, либо их будет мало, значит и сахара в ягоде будет мало. Поэтому вот убираем только то, что нам действительно мешает. Вот таким образом даже вот этот листик можно, в общем-то, и оставить. И напомню, что операция – это необязательно. И если вот у вас все очень густенько, то не поленитесь, хотя бы часть листьев все же уберите. Для лучшего проветривания, для лучшего освещения, потому что вопросов с болезнями у вас тогда может быть меньше. Ну, а я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще будет», ссылка на каталог наших сортов и награды, и мои контакты. И до новых встреч!